Я являюсь партнером-представителем компании, о которой мы сегодня с вами и поговорим. И благодаря тем людям, которые вас сюда пригласили, вам откроется потрясающе интересная информация. Полезная информация, касающаяся здоровья. Точнее, восстановления вашего здоровья и благополучия. То время, проведенное с нами, станет куда полезнее того времени, чтобы вы провели его за просмотром телевизора или, например, играли бы в онлайн игры. Ну что ж, не буду вас томить. Люди, смотрю, в нашу вебинарную комнату сейчас потихоньку заходят. Поэтому мы с вами начнем. Глядя на этот слайд, который вы сейчас видите на экране, вы знаете, что тема нашего сегодняшнего вебинара – как стать здоровым и подарить здоровье другим. И в то же время я хочу задать вам всем в этой аудитории вопрос. Что означает здоровье в вашей жизни? Что означает здоровье в жизни человека? Напишите, пожалуйста, свой ответ в окошечке чата. Что, по вашему мнению, значит здоровье в жизни каждого человека? Вообще, что это за понятие такое «здоровье»? Напишите. Здоровье, да, самое главное. Друзья, у кого какие мнения еще? Напишите. Так, ну кроме Валерия, да, вижу, по имени. Это счастье. Да, действительно. Хорошо, давайте для начала определимся вообще с понятием здоровья. Вот, кстати, есть определение из устава Всемирной организации здравоохранения, вы сейчас видите его на ваших экранах, здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Так вот, каково же оно значение здоровья в жизни человека? А значение его огромное. Здоровье – это самая большая ценность, которая дает нам возможность работать, отдыхать, веселиться, расти детей и все это делать с радостью. Ведь если вас не беспокоят физические недуги, вы можете получать удовольствие от того, чем занимаетесь. Не отвлекаясь на боли, вы меньше устаете, соответственно, больше успеваете делать, что дарит нам радость и приносит удовольствие. Вот чтобы все это было, нужно и следить за своим здоровьем. Чтобы сделать что, чтобы сохранить или вернуть утраченное здоровье, мы будем сегодня говорить. А поговорим мы об уникальном продукте здоровья, не имеющего аналогов в мире, и об не менее уникальной компании, представляемой нашим такую возможность. Вот так много факторов, которые вы можете перепроверить в достоверных для вас источниках и убедиться в абсолютной правдивости сказанного сегодня мною. Ну, сейчас загрузится следующий слайд. Многие из присутствующих в нашей вебинарной комнате знают, что существует такой американский деловой журнал, называется он Daring Selling News. Это новости прямых продаж. И каждый год в июне месяце этот журнал публикует свой ежегодный, самый популярный рейтинг DSN Global Store. Это список 100 лучших компаний прямых продаж во всем мире по товарообороту. Вот на этом слайде мы сейчас видим рейтинг этого журнала за 2011 год. Ну, давайте рассмотрим его более подробно. Здесь вы видите 18 место. Компания New Era Health Industry Group. Товарооборот 555 миллионов долларов. В 2010 году этой компании в рейтинге не было. Потому как на мировой рынок компания вошла только в 2011 году. Ну и, соответственно, товарооборота в 2010 она не имела. Так вот, друзья мои, благодаря чему так быстро эта компания ворвалась на мировой рынок и вошла в двадцатку лучших компаний мира, лучших компаний по товарообороту? Ну, во-первых, скажите вы, это единственная в мире государственная компания прямых продаж. Но вообще это объясняется несколькими причинами. Первая из которых, да, действительно, это единственная государственная компания прямых продаж. Вторая составляющая успеха компании – это уникальнейшие продукты. Ну и третья составляющая – это уникальный маркетинг-план. Маркетинг-план позволил уже на сегодняшний день иметь более 800 долларовых миллионеров. В компании среди дистрибьюторов и представителей существуют также уже долларовые миллиардеры. По итогам прошлого же года, 2013-го, товарооборот компании составил 678 миллионов долларов. То есть, вы видите, он возрос. И, конечно, 21-е место соответственно. Но сейчас, при открытии российского рынка в этом году и страны СНГ, этот показатель, уверяю вас, возрастет. И нашу компанию мы на следующий год в этом рейтинге увидим гораздо выше того места, чем мы сейчас можем ее видеть. Но еще одна веская причина лидерства этой компании – то, что она относится к индустрии wellness. Wellness – это индустрия здоровья и красоты. И, кстати, те компании, которые находятся в 20-ке, лучших компаний по товарообороту, они преимущественно все компании, относящиеся к этой индустрии, к индустрии wellness. Ну, по сути, это индустрия здоровья и все, что связано с красотой и здоровьем. Но в нашем случае компания представляет не только сохранение, а еще и восстановление здоровья. А сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели небольшой двухминутный видеоролик о мероприятии компании. И после этого видео мы с вами продолжим. Друзья мои, я снимаю этот ролик 14 января 2014 года в Пекине. Будучи на конференции единственной в мире государственной компанией прямых продаж, входящей в топ-20 лучших компаний прямых продаж по товарообороту в мире. Конференция проходит в огромном зале, где проходили олимпийские соревнования по баскетболу на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. На конференции присутствовало 13 тысяч человек. Вы видите полный зал людей, вы видите женщину, которой 56 лет, которой 10 лет назад был поставлен страшный диагноз – рак. Благодаря уникальным продуктам компании «Новая эра» эта женщина стала полностью здоровой. А благодаря уникальной возможности построения бизнеса с компанией «Новая эра» она стала очень богатой. Она сделала благодаря этой компании быстрый скачок от близкой смерти к богатству, к счастью и возможности стать полезной людям. Она стала одним из 800 долларовых миллионеров, единственной в мире государственной компанией прямых продаж «Новая эра». Лично сам президент компании встречает эту успешную женщину. Ее сопровождают ее сын и племянник. Вы видите счастливые лица людей, которые достигли большую цель в своей жизни, которые дали другим людям возможность стать здоровыми, счастливыми и богатыми. И вот этот торжественный момент награждения и признания значимости этой женщины награждает сам президент. Значком из чистого золота – за заслуги перед людьми. Это и есть счастье. Счастье – быть нужным другим людям. Дорогие друзья, вы все сейчас видели этот ролик, вы видели огромный зал, который находится в Пекине. И причем это событие, которое проходило и было снято одним из наших партнеров, проходило в начале этого года. Точнее, 14 января. То есть не так давно. Ну что ж, хорошо, перейдем дальше. И перейдем к самой компании. Начнем с истории компании. Корпорация «Новая эра», которая была основана в 1980 году как военно-промышленное предприятие при Министерстве обороны Китая. Корпорация подчинялась непосредственно государству и поддерживалась государственными активами и инвестициями. В 1995 году в корпорации обратили на новое перспективное в то время направление – в области здравоохранения. Это направление являлось пыльца сосны, история применения которой насчитывает столетия. В то время премьер-министр КНР Джо Джун Ти дал указание открыть новое подразделение холдинга «Новая эра» по здравоохранению. И 18 июля 1995 года была основана New Era Health Industry Group. Это наша компания, которую мы сейчас рассматриваем. В этом же году правительством Китая был утвержден список из 20 аккредитованных сетевых компаний на территории Китая, основным условием работы которых являлось наличие уставного капитала минимум 10 миллионов долларов. Корпорация «Новая эра» по здравоохранению предлежит государственным предприятиям высоких космических технологий. С момента создания корпорация по производству продуктов для здоровья «Новая эра» ставила своей целью производить продукцию наивысшего качества и решать проблемы по развитию национального производства и выполнять свою миссию – работать во имя счастья и здоровья человечества. За 15 лет компания превратилась в корпорацию с интегрированной структурой, которая сейчас на сегодняшний день включает в себя 4 дочерние компании, 31 филиал на территории Китайской Народной Республики, а также более 1000 фирменных магазинов. Ну вот здесь вот вы видите офис компании, который находится вот в этом огромнейшем здании в Пекине. На следующем слайде я хочу вам показать, здесь вы видите сертификаты, которые имеет компания. То есть перед тем, как компания вышла на мировой рынок в 2011 году, она уже была несколько лет на рынке Китайской Народной Республики и, соответственно, получила все необходимые для этого сертификаты. Компания, да, я напомню, что вышла в 2011 году, хотя была образована в 1995. Все эти годы компания решала интересы своего государства, обеспечивала этим уникальным продуктом, о котором мы сегодня поговорим, прежде всего свой народ. Еще чем интересна эта компания для нас, вот сейчас я хочу вам показать сами производственные корпуса компании. Вот этот корпус уже построен и находится в частичном функционировании. Вот эти корпуса, которые находятся слева и справа от центрального здания, они находятся сейчас в стадии строительства и реконструкции. На самом деле это очень большие здания, очень большая территория, занимаемая вот этими вот хозяйственными корпусами. Ну, перейдем к следующему слайду. Чем интересна эта компания для нас? В первую очередь то, что компания официально открыта на территории Российской Федерации только 8 декабря 2013 года. То есть это не совсем не так давно. Официальное открытие состоялось в городе Санкт-Петербург, в концертном зале гостиницы России. То есть вот вы сейчас то, что видите на слайде. На самом деле сейчас в России открыто уже несколько, несколько офисов представительств компании, в том числе и в городе Санкт-Петербург, и в других крупных городах. И с каждым днем число офисов, официальных офисов, и складов на территории России и стран СНГ каждым днем возрастает. Что нам дает государственность этой компании? Ну, государственность прежде всего дает нам надежность. Как правило, многие из нас знают, что и возможно сталкивались уже с компаниями прямых продаж, которые приходят на рынок, не выдерживают своей конкуренции и уходят с рынка так же быстро. Здесь же нам предоставляется компания, которая будет работать до тех пор, пока будет существовать правительство Китая. Ну, далее государственность нам дает, конечно же, стабильность, прозрачность и человечность. Ну, а теперь давайте поговорим о самой компании. Компания на сегодняшний день производит продукцию в трех направлениях. Это натуральные, экологически чистые и диетические продукты питания, пищевые добавки. Второе направление – это косметика по уходу за кожей. Сюда входит восстанавливающая, отбеливающая, увлажняющая серия и декоративная серия. Ну, и, соответственно, третье направление – это личная гигиена и домашний уход. На сегодняшний день в Китае прайс-лист компании состоит более чем на 140 номинований. К концу этого года ее будет порядка 400 номинований. Ну, в России и в странах СНГ, конечно, перечень номинований заметно меньше, но есть основные продукты, которые являются самыми продвигаемыми на территории России и стран СНГ. Ну, давайте теперь поговорим об одном из основополагающих продуктов – это сосновой пыльце. Пыльца сосны, Годжи, как ее называют, считается сокровищем страны. Так она и переводится. В переводе на русский означает «национальное достояние». Кстати, вы скоро поймете, почему оно так называется. Так вот, пыльца сосны, как говорят китайцы, это творение природы, подаренное человеку Богу. 14 января 2005 года главный специалист в области здорового питания, профессор Чжао Линь, на собрании заявил, что пыльца сосны в своем докладе, что пищевые добавки во всем мире созданы руками человека, и только в нашей стране бад пыльца сосны – это творение природы. Далее знаменитый китайский диетолог Юнь Жаму сказал, что пыльца сосны – это дар небесного императора людям. Это чудо, которое есть только в Китае. Ни один специалист, ни один врач-спосфармацевт не способен создать ничего подобного. Ни одна фабрика, даже с самыми современными технологиями, не способна это скопировать. На протяжении веков этот продукт местные чиновники отправляли в качестве дания во дворец императора. Далее на международной конференции по биодобавкам ведущий специалист в Китае Линде сказал, что пыльца сосны – это лучший продукт питания на клеточный уровень. И еще один ученый-диетолог из Франции, господин Кае, утверждает, что за пять столетий человечеству не нашло никакого биологически активного продукта, способного превзойти пыльцу сосны из Китая. Это главный секрет долголетия китайских императоров. Пыльца сосны – это единственная из 10 тысяч бадов, которые существуют на сегодняшний день. Одна единственная получила шестую награду в мире за особый вклад в развитие человечества. Ее можно сравнить с такими великими открытиями человечества прошлого века, к примеру, как открытие, изобретение лампы, паровоза, противодачаточных таблеток, телефона, ну и самолет. Вот на этом слайде вы видите, как выглядят эти сосны. Но на самом деле это не те сосны, которые мы привыкли видеть в наших лесах или в лесах Сибири. Сейчас вы поймете почему. Только два вида сосен – это китайская маслянистая сосна и сосна вида масон. Растут эти сосны преимущественно в Китае. Кстати, многими учеными из других стран были предприняты попытки пересадить эти сосны на своих территориях, но у них ничего не получилось. Китай является фактически монополистом, так как 95% этих сосен произрастает именно на территории Китая. Вот сейчас вы видите, что будет, если потрясти эту сосну, какой обилие пыльцы. И, кстати, в период цветения этой сосны, он совпадает с апреля-майом месяцем, это растение является самоопыляемым. Так вот в этот период выделяется столько пыльцы, что близлежащие водоемы, вот сейчас вы видите это прекрасно на вашем слайде, покрывается такой желтой пленкой. Кстати, даже есть очень весомые доказательства, что желтое море, которое располагается в Китае, так и называется благодаря этой пыльце. Пыльца сосны – это творение природы. Еще пыльца сосны называется имполен. Особое значение эта компания получила, когда в марте 2010 года Минздравом Китая официально на весь мир было заявлено, что пыльца сосны Боджи способна в будущем заменить все продукты для здоровья в мире. И на эту тему был представлен портфолио, где китайские ученые доказали, что все продукты здоровья в мире созданы руками человека. И только лишь сосновая пыльца – это природное явление. После этого заявление многие ученые мира стали изучать пыльцу сосны, и американскими и японскими учеными уже были открыты в этой пыльце 268 полезных компонентов. К этим компонентам относятся микро- и макроэлементы, витамины, минералы. Ну и что здесь самое главное, что в ней найдено уже более 100 ферментов. Вот почему поэтому, по такому богатству своей составляющей, эта пыльца в ближайшее время способна вытеснить все продукты для здоровья в мире. Вот, кстати, поэтому она и является революционным продуктом. С этой компанией сотрудничает Министерство иностранных дел Китая, которое вручает эту пыльцу в качестве подарка высоким гостям. Здесь видите, что Буш, Клинтон, Обама, Медведев, Королева Елизавета – все были почетными гостями, которым была вручена сосновая пыльца. Также Министерство космической промышленности Китая также является официальным партнером корпорации «Новая эра». Вот, кстати, благодаря космическим технологиям, применяемым для производства пыльцы, удалось продлить срок годности до полутора лет. Вообще в природе данная пыльца хранится не больше недели. Сейчас я вам хочу показать значок, который имеет каждый продукт компании. Вот если увеличить его и посмотреть, что на нем написано, в нем написано «Специальное питание для китайских космонавтов». Этот значок имеет каждый продукт компании. Ну а теперь давайте рассмотрим самое интересное и перейдем непосредственно к маркетинг-плану. Благодаря этому маркетинг-плану слабые могут зарабатывать, а сильные могут развиваться. Ну и надо. Маркетинг-план собрал в себе преимущества 40 самых лучших сетевых компаний мира. Вот теперь давайте рассмотрим подробно. Маркетинг-план, как говорят многие сетевики, дает в сеть 68% из-за вознаграждения дистрибьюторов. Для новичков, кто не понимает, я сейчас приведу простой пример. К примеру, если вы создали товарооборот в 100 тысяч долларов, то 68 тысяч пойдет на вознаграждение вас и личной вашей структурой, а 32 тысячи, то есть 32% остается в компании. Ну почему это возможно? Во-первых, это зависит от некоторых факторов. Первым фактором, из которых является правительство Китая, поставило задачу к 2020 году, эта компания должна выйти в тройку лидеров, в тройку лучших компаний прямых продаж во всем мире по товарообороту. Ее товарооборот должен будет составить не менее 10 миллиардов долларов. Следующее, почему это возможно, это дешевая себестоимость сырья для продукции, которую предлагает на рынок эта компания. Для компании оно практически бесплатно, так как оно принадлежит государству. Ну если сравнить с другими компаниями, гигантами, которые сейчас находятся, одни из самых первых в рейтинге и занимают ведущие места по товарообороту, это американские компании, Herbalife, Amway, то для этих компаний сырье достаточно дорогое, потому что в этих компаниях достаточно большую территорию возделывают для производства своих БАДов, огромный идет уход, и, соответственно, американские БАДы становятся гораздо дороже. Ну и, соответственно, второе, то, что рабочая сила, даже самая квалифицированная сила в Китае гораздо дешевле. Соответственно, себестоимость данной продукции будет гораздо ниже. Хорошо. Маркетинг-план состоит из пяти видов вознаграждения. Сейчас мы постепенно каждый вид вознаграждения рассмотрим. Ну, начнем сейчас с самого первого. Первый вид вознаграждения – это 20% называется этот вид вознаграждения за рекомендацию, ну или за приглашение. Давайте рассмотрим его на примере. Вы регистрируетесь в компанию. Регистрация в компанию бесплатна, но для того, чтобы вам стать партнером и начать сотрудничать с компанией, вам необходимо купить продукцию, которая вам понравилась, любую продукцию, которая вам понравилась, в перечне, более чем на 1100 баллов. Вот видите. Если это сказать, сколько это будет в валюте, то есть это 220 долларов или 7800 рублей. В других компаниях обычно предлагается купить несколько различных пакетов продукции. Здесь же все равны, вы можете приобрести продукцию минимум на эту сумму. Ну, ничто не мешает вам приобрести сумму гораздо больше. Это будет только все зависеть от вас. Хорошо, рассмотрим следующий пример. Вы регистрируете партнера, вы подключаете партнера. Подключаете второго партнера. Из товарооборота ваших партнеров вы зарабатываете 20%. Объем в этом случае не ограничивается, вознаграждение также не ограничивается. О чем я хочу сказать, что многие партнеры, которые делают закупку не на 7800 рублей, а могут купить сразу у вас на 10, на 20 или на 30 тысяч рублей сразу. Ну, перейдем теперь плавно к второму виду вознаграждения. Первый вид вознаграждения, мы поняли, это 20% за приглашение. Второй вид вознаграждения называется 22% за товарооборот. Как это работает? Давайте рассмотрим более подробно. Есть 5 ступеней. Это 5 степеней и товарооборот здесь накопительный. Мы сейчас будем рассматривать на примере. Вы зарегистрировались, вы купили продукцию на 220 долларов, ваш товарооборот составил 220 долларов. И вы дистрибьютор первой степени. Вы приглашаете одного человека. Он тоже покупает на 220 долларов. И, соответственно, ваш суммарный товарооборот уже составляет 440 долларов. Вы автоматически уже становитесь дистрибьютором второй степени. Вы начинаете зарабатывать 5% от всего товарооборота, то есть вашего товарооборота и вашего партнера. Теперь движемся дальше. В данном случае вы получили 20% за приглашение и плюс 5% уже за товарооборот. В итоге у вас получается сумма в 25%. Я думаю, это неплохо. Когда ваш товарооборот становится, общая сумма товарооборота становится 1917 долларов, вы становитесь автоматически дистрибьютором третьей степени и начинаете уже зарабатывать 10% от общего товарооборота. В этот момент, когда у вас есть такая структура, приблизительно это будет составлять 9 человек, вы должны будете ежемесячно покупать продукт минимум на 44 доллара. В данном случае для того, чтобы вам делать ежемесячную закупку, вы можете покупать и больше, но в данном случае это минимальная сумма. До третьей степени автоматические закупки производить не нужно. В данном случае, к примеру, я могу сказать, что средняя заработная плата, средний доход у партнера в третьей степени составляет 15-20 тысяч рублей. 44 доллара, я думаю, небольшая сумма для того, чтобы приобретать продукцию компании и зарабатывать на этом. Когда ваш суммарный товарооборот достигнет уровня 5750 долларов, вы становитесь дистрибьютором четвертой степени, и в вашей структуре приблизительно уже будет составлять 26 человек, и вы начинаете зарабатывать 15% от товарооборота. Ваша ежемесячная закупка в этом случае уже будет составлять 66 долларов. И когда ваш уровень товарооборота накопительный, напомню, накопительный от вашей структуры, достигнет 11,5 тысяч долларов, вы будете зарабатывать максимально для этого. Уровень вознаграждения это 22%. Ну и, соответственно, здесь будет вам понятно, что приблизительно ваша структура будет состоять из 53 человек, причем это будут не обязательно ваши все приглашенные, вы можете пригласить в этот бизнес всего лишь несколько человек, а остальные люди вам помогут развить такую структуру. Ну и для того, чтобы вам успешно заниматься на пятой ступени бизнеса, вам необходимо будет делать ежемесячную закупку минимум на 84 доллара, покупать любую продукцию, которая есть в прайсе компании. Давайте рассмотрим на примере. Вы пригласили одного человека, вы становитесь дистрибьютором второй степени. Ну и, допустим, по какой-то причине вы на время перестали заниматься бизнесом, переехали, уехали в командировку, ну или что-то там произошло. Но ваш приглашенный новичок взял всю ситуацию в руки и начал развиваться. Ваш партнер пригласил человека, стал партнером второй степени, дальше начал развиваться, стал партнером третьей степени, и, соответственно, по маркетинг-плану вы становитесь также партнером третьей степени. Далее, ваш новичок, я просто вам объясню, что существует не одна линия, можно пригласить сразу некоторых, нескольких партнеров. Ваш новичок развивается, достигает четвертой степени, вы автоматически, согласно маркетинг-плану, становитесь тоже партнером четвертой степени. Идем дальше. Ваш партнер-новичок пятая степень, вы, соответственно, тоже пятая степень. Так что хочу вам сказать, что ваша степень никогда не будет ниже степени приглашенного вами партнера. Ну и, соответственно, идем дальше. Когда вы достигли, вырастили в себе лидера, хоть небольшого, но лидера с товарооборотом в 11,5 тысяч долларов, это лидер пятой степени, вы автоматически становитесь партнером шестой степени. Ну, рассмотрим дальше. В данном случае вы уже переходите к третьему виду вознаграждения за развитие структуры. В данном случае вы будете получать уже 3% от товарооборота вот этой вот пятерки. Ну, соответственно, суммарно здесь вот на этом слайде представлено, что у вас лидеров может быть несколько, но уровень лидера максимального пятой степени. В данном случае вы будете получать 20% за приглашение, 22% от товарооборота и 3% от общего товарооборота вот этой вот пятерки. Ну, я думаю, здесь всем понятно. Перейдем к следующему виду вознаграждения. Третий вид вознаграждения рассмотрели. Это 20% за развитие структуры. Здесь 20%, я вам сейчас просто привел обычный пример на примере 3%, это если вы лидер 6 степени. Когда вы дойдете до лидера 10 степени, общий процент за развитие структуры достигнет 20%. Ну, не будем на этом останавливаться. Перейдем к следующему, четвертому виду вознаграждения. Это 4% от товарооборота СНГ. Вот когда вы накопительно со своей структурой достигнете, то есть создадите товарооборот в 23 тысячи долларов или 800 тысяч рублей, вы начинаете делить до 4% от общего товарооборота СНГ. Ну, что это такое? Давайте рассмотрим. Ну, допустим, под вашим руководством структура, пусть и небольшая, создала товарооборот в 800 тысяч рублей. Ну, на этом может быть уйти неизвестно какой промежуток времени, это может быть выполнено за 2 месяца, может быть за 8 месяцев, может быть за год, даже за несколько лет. Ну, допустим, вы накопительно сделали товарооборот в 800 тысяч долларов. То есть вы перешагнули этот барьер и смотрите, что с вами происходит. Помимо вашей структуры, есть структура стран СНГ, у которой есть свой товарооборот. И, допустим, в какой-то месяц вы со своей структуры создали оборот в 1000 долларов, а вся структура СНГ создала товарооборот в 500 тысяч долларов. Значит, общий оборот в 500 тысяч минус 1000 получается 499 тысяч. Это как раз товарооборот, который вы не делали, вы его не создавали. Это делали совершенно другие люди. Но когда вы это перешагнете, этот рубеж, рубеж 800 тысяч накопительных, многим бы хотелось его перешагнуть, вы начинаете делить 1% от товарооборота, которого вы не делали. То есть от 499 тысяч долларов. Вот теперь давайте рассмотрим на примере, как распределяются те 4%, о которых я вам сейчас говорю. То есть мы сейчас с вами пока рассмотрели только 1% из этих 4. Перейдем к следующему слайду. Здесь вот мы видим, что когда в вашей структуре появляется еще один лидер пятой степени, вы автоматически становитесь уже партнером не шестой, а седьмой степени. И в данном случае, когда вы становитесь семеркой, будем условно так называться, вы начинаете делить 1% от товарооборота СНГ. Перейдем дальше. В вашей структуре появляется, вырастает еще один лидер пятой степени, вы становитесь автоматически уже дистрибьютором в восьмой степени и начинаете делить 2% от СНГ. Ну и, соответственно, аналогично идем дальше. Вы вырастили себе 4 лидера, вы девятка и 3%. Ну и, соответственно, когда все шесть веток, все шесть ваших приглашенных партнеров вашей первой линии становятся лидерами пятой степени, а больше и не надо, больше шести человек вам не нужно, вы становитесь автоматически десятой степенью и начинаете делить уже 4% от товарооборота СНГ. Ну, я думаю, с этим понятно, и сейчас тогда мы рассмотрим последний, последний вид, пятый вид вознаграждения, это 2% от мирового товарооборота. Когда вы накопительно достигаете 73 тысяч долларов, то есть ваш суммарный товарооборот составит эту сумму, вы начинаете делить 2%. Теперь рассмотрим, как это происходит. Когда в вашей структуре появляется еще один лидер десятой степени, вы автоматически становитесь уже дистрибьютором одна звезда. В данном случае вы начинаете делить 0,6% от мирового товарооборота. Идем дальше. Соответственно, также 2 человека лидера десятой степени, вы становитесь дистрибьютором две звезды и, соответственно, в общей сложности вы начинаете делить 0,6% плюс 0,5%, 1,1% от товарооборота всего мира. Кстати, хочу напомнить о том, что по итогам 2020 года, как запланировано в компании, правительством Китая, компания должна выйти на товарооборот 10 миллиардов долларов. Вот я думаю, если даже взять, пусть эти небольшие проценты от мирового товарооборота, будет 10 миллиардов составлять, то сами посчитайте, какая это будет большая сумма. Я думаю, будет что делить. И, соответственно, когда у вас 3 квалифицированных десятки, вы становитесь дистрибьютором третьей степени и начинаете делить 1,5% от мирового товарооборота. В данном случае, когда вы становитесь уже партнером третьей степени, компания будет предложена в целях повышения квалификации, компания всегда заинтересована в повышении квалификации своих специалистов, вам будет предложено обучение в одном из престижнейших вузов, китайских вузов, в котором проходит обучение правительства Китая по ученой степени MBA. И, соответственно, идем дальше. Когда в вашей структуре 4 квалифицированных десятки, вы партнер 4 звезды, и, соответственно, вы делите уже 1,8% от мирового товарооборота. И, соответственно, когда все ваши лидеры 10 степени, вы партнер 5 звезд, и вы делите уже 2% от всего мира. В данном случае, когда вы 5 звезд, вам будет предложено обучение в Гарварде, и, соответственно, компания в любом случае всегда заинтересована в повышении квалификации своих партнеров. Ну, когда вы партнер 5 звезд, на этом карьерный рост у вас заканчивается, потому что это предельно высокая степень, и вы просто начинаете получать максимально от всего товарооборота. Что хочу еще сказать хорошего компании? То, что при достижении в вашей структуре более 40 человек, более 40 контрактов, компания способствует открытию офиса склада в вашем городе. Сначала это все происходит за счет средств содержания компании, а в дальнейшем компания будет оставлять бонус в размере 15% от вашего товарооборота на развитие офиса склада. Но если товарооборот в вашем офисе будет хороший, то дополнительно вы можете нанять для себя человека-администратора, ну и, соответственно, вам как руководителю также будет начисляться бонус. Продолжение следует...